Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Султан Жаламанов. Сегодня Аким Семея Бахачан Баяхметов проверил работы по градировке дорог на окраинах города, процесс установки светильников и столбов освещения, а также другие комплексные меры по улучшению благосостояния города. Подробнее в следующем сюжете. Первым делом Аким проверил работы по градировке дорог в поселке Юность. В этом году весной практически невозможно было ходить по этим дорогам. Тогда наша съемочная группа столкнулась с некоторыми осложнениями. Теперь же подрядчики обещают, что дорогу приведут в адекватное состояние и в будущем таких проблем не повторится. Также Бахачан Баяхметов поручил рассмотреть возможности прокладывания тротуара по улицам этого поселка, чтобы работой были довольны и пешеходы. Из запланированных 38 улиц на сегодняшний день завершены работы на шести из них. Мы в этом году дороги в этом состоянии сделаем, чтобы проходы все эти были. Теперь мне еще мысли. Вот мы сейчас делаем гардировку, да? Не взяли? Рядом. Также установить тротуары, опять же, с этим, тротуары с этим, поребриками. Их только так и делать придется здесь, потому что тут с угольных надо. Здесь получается у нас только проезжая часть. В весеннее время здесь не пройдешь рядом, только по проезжей части ходить надо. Давайте, следующая работа, давайте, вы дайте предложение по центральной улице, где мы делаем асфальт. Асфальт, может, там предусмотрим тротуар. Если мы даже не успеем в этом году положить асфальт, хотя бы мы сделаем тротуар. Далее городной начальник побывал и на других улицах Юности и Треугольника, где устанавливают опоры освещения. На Юности проводятся работы по установке 13 опор и подключению 11 светильников. Также Аким поручил включить в проект по гардировке улицу Стаханово, расположенную в районе Треугольника. На этой же улице планируется установка 26 светильников. После этого Аким посетил район 35-го квартала. Сейчас междворовые дороги данного района находятся в ужасном состоянии. Хуже этого – состояние самой дворовой территории. Хоть в контейнерах мусора и нет, однако рядом везде валяются отходы, спиленные деревья и разного рода мусор, выброшенные самими жителями. Градоначальник призвал Семичан относиться с трепетом к своему городу. Можно же было на этой контейнерной площадке, возможно, сесть. Просто надо будет теперь тоже, если наши жители сами не будут подключаться по уборке своих территорий, мы никогда нормального состояния города не добьемся. Сунтан, надо призывать наших горожан, чтобы они тоже сидели за своей территорией, убирали. Будет чисто, когда убирают, когда есть ответственность у нас самих. Мы тоже, горожане этого города, тоже пытаемся со своими соседями вместе работаем, чтобы было чисто хотя бы у нас вокруг нашего дома, по территории. Ну, это же вообще не кремль. Здесь бегают дети, здесь проходят люди, ну, это же вообще никуда не годится. Вот сейчас уберем наши предприятия, приступят к оберуду, но сразу же, следом, надо будет вот это разъяснить. Сходы проведены четыре дня. Султан Жаламанов, Далятит Кезин, Санкарта Лумхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Вчера во Дворце культуры города Семей состоялось информационно-просветительское мероприятие «Караван добра и дружбы», организованное Национальным Дельфийским комитетом. В церемонии открытия выставки приняли участие руководители управления культурой и языков города Семей и учащиеся в школах. Главная идея проекта – показать казахстанцам, насколько уникальна культура наших и американских народов, а также насколько у нас общие человеческие ценности. Приезд этой акции в Семей – очень большое культурное событие, потому что этим самым мы проделываем большую работу по развитию культурной связи между США и Казахстаном. Также это станет отличным жизненным опытом для наших школьников. В ходе мероприятий гостям была представлена не только выставка рисунок, но и мастерские изобразительного и декоративно-прикладного искусства, представленные с Митсоновским институтом совместно с Центром исследований, изобретений и инноваций Лемельсона. Также было приготовление национальных блюд, волейбольный турнир, показ фильмов американских кинематографистов, театрализованное чтение, открытые лекции о культуре двух стран. Стоит отметить, что Национальный дельфийский комитет будет не только проводить в республике несколько мероприятий, но и в дальнейшем будет реализовывать проекты, организованные комитетом для людей с ограниченными возможностями. Султан Жаламанов, Далитет Кезиновсен, Картолом Хан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Семей стал официальным административным центром Новой Аблайской области. Указ вступит в силу 8 июня 2022 года. Кроме того, глава государства Касунжо Мартокаев подписал указ о создании Лутавской и Житцовской области. Сообщается это о Гурды. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстана в административно-территориальном устройстве Республики Казахстан подписан документ о включении в Абайскую область административным центром в городе Семей путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области Аксуатского, Абайского, Аягойского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Уржарского, Кокфиктинского районов, городов Семей и Курчатов. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на меня в связи, следите за обновлениями. С вами был Султан Желоманов. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!